Старт дан. В Новокупышевске первая семья оформила ежемесячную выплату в связи с рождением первенца. Теперь бюджет молодых родителей будет ежемесячно пополняться на почти 10 тысяч рублей. Новая мера социальной поддержки реализуется в рамках десятилетия детства по инициативе президента России. Кому полагается пособие, как его получить и почему лучше не затягивать с подачей документов? Из Новокупышевской репортаж Анны Ивахиной. Ирина Буленина стала мамой 1 января. В 8 часов 41 минуту на свет появился долгожданный сын. К основным приятным заботам материнства добавилась еще одна – оформить документы на выплату в связи с рождением первенца. Ежемесячная прибавка к бюджету семьи – почти 10 тысяч рублей. Сильно поможет, потому что я учусь в институте, и на ребенка нужны деньги, и на семью, и на учебу. Поэтому совсем не помешает. Ирина стала первой жительницей Новокупышевска, подавшей документы на новый вид поддержки. В Самарской области она составляет 9 967 рублей. Выплата полагается семьям, в которых с 1 января 2018 года появился первый ребенок – родился или был усыновлен. Еще одно условие – наличие российского гражданства и постоянное проживание на территории нашей страны. Кроме того, учитываются доходы родителей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. Этот размер на сегодняшний день составляет 16 608 рублей. Чтобы посчитать среднедушевой доход, необходимо сложить зарплату родителей за год, разделить ее на 12 месяцев, а затем на троих. Если полученная сумма меньше полуторакратной величины прожиточного минимума, а для Самарского региона это 16 608 рублей, выплата положена. Прежде всего, о новом виде поддержки рассказывают будущим мамам. Встречи проводят прямо в Новокубышевском роддоме. Надежда Филипова не скрывает – эти деньги точно не будут лишними для их молодой семьи. Поддержка очень хорошая даже в плане того, что можно сейчас подумать об ипотеке благодаря этим выплатам. Потому что как раз бюджет мужа, так как работает один, он уже может рассчитывать на взятие ипотеки. Это прям шикарный был у нас для нас. Специалисты подробно объясняют, какие документы необходимы. Их немного. Свидетельства о рождении малыша, паспорта родителей, сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев и реквизиты счета. Рассказывать об этом начали еще в декабре, как только президент Российской Федерации утвердил новую меру социальной поддержки. Информацию распространяют в женских консультациях, на курсах для беременных, одним словом, везде, где может быть целевая аудитория. Мы на сегодняшний день переориентируемся на студенческую молодежь. И ближайшие наши встречи нацелены на учреждения образования. Потому что чаще всего малый доход у нас – это студенческие семьи, либо семьи, которые только-только закончили обучение, еще не имеют высокого дохода по месту работы. Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка в случае, если обращение за ней последовало не позднее, чем через полгода. То есть, например, малыш появился на свет в январе, а мама и папа подают заявление в апреле. То деньги будут начисляться с января. А вот если шесть месяцев уже прошли, то пособие начисляется с момента обращения. Поэтому родителям советуют не откладывать этот шаг. Выплата за первенца – только одна из мер поддержки семьи в рамках десятилетия детства, которое стартовало в нашей стране. Кроме того, продлена программа материнского капитала и расширены возможности его использования. Появились специальные условия по ипотеке. Анна Ивахина, Сергей Костин. Новости губернии. Новокуйбышевск.